Assassin's Creed Jade никогда не выйдет. Нет, это никакой не кликбейт, а скорее констатация фактов. Я почти уверен, что готовящийся к релизу мобильный Ассасин либо не выйдет вовсе, либо провалится и закроется в самое ближайшее время после релиза. Примекает на это то, что прямо сейчас происходит внутри студии разработчика. Мало того, что релиз был перенесен аж на 25-й год, а игра должна была выйти уже на минуточку этой весной, и связан этот перенос далеко не с технической составляющей проекта, потому что игра выглядит охрененно, она полностью готова к релизу. Я участвовал в двух бета-тестах, на канале есть ролик, посвященный этой теме. Луноценный обзор, можно сказать. С технической точки зрения здесь все отлично, это 12 из 10. Для мобильной игры прям ноль вопросов. Шикарная графика, отличная оптимизация, уникальные геймплейные механики и решения, которые перекочевали к нам из ПК-версии Ассасинов. На моей памяти это, наверное, один из самых достойных проектов, название мобильный ААА. Но, тем не менее, игру переносит. И наверняка вы сейчас меня спросите, так если игра так шикарно выглядит, то, Евген, почему ты считаешь, что она не выйдет? И в этом ролике я как раз попытаюсь сейчас это объяснить. На связи, как всегда, отец Евген, присаживайтесь поудобнее, прожимайте свой отцовский пальчик вверх заранее. Сейчас вы узнаете, почему Ассасин Скрид Джейд ждет неминуемый провал. Приятного вам просмотра. Ну а перед тем, как мы начнем, я напоминаю. Но скачать мобильный Ассасин Скрид и другие достойные игры на телефон ты можешь в моем ламповом телеграм-канале. В телеге есть хэштег «Игры от Евгена», перейдя по которому ты можешь установить себе на мобилу такие крутые мобильные игры, как, например, Warzone. Или Arena Breakout, Raduga 6, Need for Speed, мобильная дивизия и еще десяток других качественных игрушек. Ссылочку на свою телегу я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Буду рад, если после просмотра этого видео ты на нее подпишешься. Итак, почему же я считаю, что мобильного Ассасина ждет неименуемый крах? Первый звоночек этому, конечно же, тот самый перенос. И, как я уже и сказал, этот перенос связан не с технической составляющей проекта. С этим у игры все шикарно. Она полностью, на 100% готова к релизу. Перенос связан с так называемыми головниками внутри студии. А конкретно я сейчас говорю про Tencent. Именно эти братушки из Китая в ответе за Джейд. Около недели назад журналисты агентства Reuters пообщались со своими источниками китайской Tencent и нарыли очень много интересного материала. Ссылочку на него, если что, я оставлю в телеграм-канале. Можете зайти и почитать. Например, именно из этого общения стало известно о переносе проекта. Да, публично это еще нигде не освещалось, но инсайдеры, которым верить можно, со 100% уверенностью говорят о переносе. И я уверен, он случится. Ну а для тех, кто в танке, я о мобильном ассасине слышать впервые, я поясняю. Новая часть легендарной серии про убийц в капюшонах выйдет для смартфонов. Ну, скорее всего, не выйдет, конечно, но тем не менее. И будет она посвящена Китаю, образца 3 века до нашей эры. Главный герой должен противостоять заговорам и набегам кочевников в период зарождения торговли между Востоком и Западом. Как и в других частях серии, в игре будет очень много исторических отсылок. Как к реальным событиям, которые происходили в истории Китая, так и к отдельным личностям, которые в этих событиях принимали непосредственное участие. Tencent работает над мобильной джейд через свой бренд Level Infinite, совместно с французским подразделением Ubisoft. Но что-то мне подсказывает, что Ubisoft тут чисто, знаете, для галочки, для придания наибольшего веса проекта. Полная власть над игрой, судя по информации все тех же журналистов, сосредоточена в руках китайцев. И именно жадные до денег китайцы и решили отложить рельс игры по франшизе, перераспределив часть своих разработчиков с Assassin's Creed Jade на собственный пати-геймпроект Dreamstar. Для тех, кто слышит об этой игре впервые, это что-то типа аналога Fall Guys или Stumble Guys. У игры схожая графика, оформление, да и геймплей в целом. Это прям конкретный клон. Так вот Tencent, выбирая между двумя готовящимися релизами, решили поставить именно вот на эту игру. И не потому, что она круче, чем Assassin's Creed. Просто издатель решил, что сейчас выгоднее разливать собственные проекты, а не игры по чужим франшизам. Ведь в таких проектах нужно будет отстегивать значительную часть прибыли владельцу прав на бренд. Да и не факт, что у игры будет большая аудитория. Как правило, в такие игры играют фанаты серии, которые изначально знакомы с оригиналом. И, как показывает практика, надолго они тут не задерживаются. Яркий тому пример Apex Legends Mobile. Игра, которая выглядела просто шикарно, но уже спустя год после релиза была закрыта. Потому что не оправдала ожидания разработчиков. И да, именно с Apex Tencent начала терпеть прям конкретные репутационные и финансовые потери. Сначала по ним ударяет закрытие Apex, и на этот проект ставки были прям огромные. Было видно, что все основные силы были брошены именно сюда. Проект планировалось поддерживать чуть ли не 10 лет. Ну а затем и следующая новинка. Долгострой зомби-шутер Undone. Который точно так же не приносит студии ожидаемой прибыли. И теряет 90% собственной аудитории. Уже спустя полгода после релиза. Для тех, кто не шарит, вот это вот, оно близится к закрытию. Я думаю, еще полгодика, ну максимум год, и игра уйдет на покой. Но и оно, знаете, неудивительно. Игра выглядит как просто какое-то нечто. Это какой-то фронтинштейн от мира Игродева. Я поиграл в этот час. Ролик, кстати, есть на канале, вот он. И я просто искренне не понимаю, для кого это было сделано. Для каких мазохистов. Как в это можно играть? Ну а после Undone по китайцам бьется всего размаху абсолютный хит. Call of Duty Warzone Mobile. Который даже несмотря на свой максимально убогий вид. Уже на протяжении пары недель уводит аудиторию у мобильной колды. Что очень негативно сказывается на прибыли Tencent. А далее все эти вышеописанные неудачи. Которые буквально за пару лет обрубили доход студии чуть ли не наполовину. Сподвигали руководство китайской компании отменить разработку мобильной игры по франшизе Nier. А вот японский Square Enix. Ну и в целом все это привело к тому, что студия поменяла стратегию развития компаний. И вот мы и подошли к основной проблеме. Которая изначально нам намекает на то, что не стоит ждать мобильный ассасин. Игра вполне вероятно так и не доберется до релиза. И название этой причины. Деньги. Tencent как студия гигант на мобильном рынке уже давно первое в чем заинтересовано. Это в прибыли. Разработка игр, а я подчеркну качественных игр, уже давно ушла для них на десятый план. Прибыль от игры давно важнее, чем сама игра. Именно поэтому студия прямо сейчас недовольна тем, что ставка компании на крупные западные франшизы не сыграла. Пока они выпускали донатные обновы для колды или бабга, на рынке появились серьезные конкуренты. В лице NetEasy и High Averse, которые без каких-либо франшиз и финансирования со стороны, умудрились в соло запустить собственные игры и заработать гораздо больше шейкелей, чем Tencent. NetEasy и High Averse, они стали настоящими медиагигантами. И в том числе этому способствовало и то, что им и нужно платить роялти с зарубежным партнером. Все игры это их прямая интеллектуальная собственность. Вся прибыль от этих игр, только их и никого больше. И это и есть главная причина, почему Ассасина вполне возможно постигнет судьба Апекса. Самая обычная жадность разрабов и их зависть. Уже сейчас игра переносится, потому что заранее известно, она не принесет нужной прибыли. Да, прямо сейчас Tencent меняет свою политику, разворачиваясь лицом к идеям местных разработчиков. Компания запустила проект, в рамках которого будет финансировать небольшие игры, чтобы найти новые типы геймплея. Плюс размер роялти для партнеров они хотят снизить до 10%, или даже еще ниже. И все это делается в угоду того, чтобы рубить еще больше денег. Ведь тех миллионов, что падают с мобильной колды или пабга, им мало. Я смотрю на все это и мне становится грустно. От того, что разработка игр превратилась просто в какой-то большой распил бабла. Разрабы перестали делать игры ради игр. Первое, что их отныне тут интересует, это деньги. В целом Ассасин выглядит шикарно, это действительно ААА для мобильных устройств. Но понимая, что денег на одном качестве графики не заработать, понимая, что и на громком имени легендарной франшизы тоже много не заработать, понимая, что на рынке есть серьезные конкуренты, эту действительно хорошую и полностью готовую к релизу игру просто рубят и кладут в дальний ящик. Отдавая преимущество вот этому, потому что это потенциально принесет студии больше денег. Я на все 100% уверен, что при таких обстоятельствах и при такой политике у Tencent'ов у мобильного Ассасина есть два пути развития. Либо игра все-таки доберется до релиза в 25-м году и закроется уже спустя полгода год максимум. Либо после такого большого переноса при еще паре неудач у Tencent'ов, а они совершенно точно у них будут, тут гадалки не ходи, просто скриньте, что называется, игра просто не выйдет, они все забудут. И вот этот вариант мне кажется в нынешних реалиях более вероятен. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, мне будет честно очень интересно их прочесть. Ну а на сегодня это все, ставьте пальчик вверх, если ролик вам понравился и залетайте в телеграм-канал, ссылочку я оставил внизу. Ну а с вами был, как всегда, отец Евген, новой оборудованной стримерской. Напишите в комментах, кстати, как вам, я честно, ну очень старался. Как вам вообще в целом картина, атмосфера, как вам плазма на заднем фоне. В общем, увидимся в следующем видео и на стримы заходить не забывайте, они у нас каждый день здесь проходят. Да, сегодня тоже будет. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok